Доброе утро! Провожают вас всей семьей? Нет, не всей. Не всей. Один спит у нас футболист. А, футболист все-таки спит, да? Станислав Юрьевич, ну расскажите нам, какие планы у нас сегодня с вами на ваш рабочий день, насколько он будет напряженным. Наших операторов, я надеюсь, мы не очень расстроим. Работы будет немного или все-таки много? Да я думаю, что немного. Нам на самом деле нужно успеть до 4 вернуться. Даже получается, да, в 16 часов надо быть здесь в городе. Поэтому мы с вами сейчас быстро долетим до Визинги. Вот до Сеслы там поработаем, потом заскочим в ИП, вот в кадетский класс. И вернемся назад. Ну то есть у нас вот так вот все очень плотненько, а потом еще, я так понимаю, какие-то планы у нас будут в городе, да? Да, да, да. По городу надо будет поработать. Конечно, всей семьей проводить папу на работу получается нечасто, но в школах был карантин, поэтому все дома. Дорога до Визинги занимает не больше полутора часов. И непосредственно сам рабочий день заместителя и председателя госсовета коми Станислава Хохалкина начинается точно по графику. В гостях у ветеранов Сызинского района Станислав Хохалкин бывает часто, да и сами активисты нередко появляются в Сыктывкаре. В этот раз здесь случилось небольшое новоселье. Теперь у районного совета есть новые кабинеты. Правда, в старом здании. Но пенсионеры и это мурады. Пока местные власти договор аренды оформили на год. И если после очередной проверки надзорные органы не найдут нарушений, то это деревянное здание станет домом для сельских общественников. И ведь до этого все ютились в скромных квадратных метрах. Ветераны – самая активная часть населения. Самая активная. Во всем. И все начинания, они идут отсюда. И я как раз на плену и говорил, что сегодня получается, что вот они сами занимаются спортом. Вот год спорта, да, про год спорта. Но сегодня мало заниматься самим, но самое главное еще молодежь будет втащить. Наслышан Станислав Хохалкин об увлечениях местных ветеранов скандинавской ходьбой. Но время здесь находят не только на спорт. Недавно провели обучающие семинары. Тема – оформление документов на соискание грантов. Идей у сельских активистов много. К примеру, в республиканскую конкурсную комиссию они уже отправили один проект о детях войны. Визинги решили выпустить книгу. Материал собирали волонтеры. И на издание требовалось 200 тысяч рублей. Но до финиша патриотическая задумка так и не дошла. Ее забраковали. Как раз потому, что написали ее неправильно. Сейчас же, по словам самих пенсионеров, они готовы провести работу над ошибками. Много учебы проводили. Совет общественности республики Коми, Совет общественности района. Потом материалы нам дали руководство к действию. И мы сейчас уже со своим ветеранским активом продолжаем это изучать. Своим опытом сельским активистами поделился и Станислав Хохалкин. Под его руководством ветераны боевых действий выиграли не один федеральный грант. И успешно развивали свой союз на эту поддержку. Уже на встрече с матерями солдат-срочников и местными активистами, конечно, обсудили армейский быт. Еще в начале февраля вместе с главой Коми Вячеславом Гайзером Станислав Хохалкин побывал в Мурманске. В Заполярной воинской части служит один призывник из Визинге. Впрочем, ни его мама, ни другие родители сильно не переживали за отправку сыновей. Будь то морская пехота или ВДВ. Здесь, на базе Патриотического центра «Звезда» под руководством Андрея Кичигина уже больше двух лет ребят готовят к службе. Я вот рада за сына. Я за два года сына не узнала. Вот он пошел в армию, и мне было очень на душе хорошо, что он мне пойдет подготовленным. Вот от самих ребят тоже очень много зависит. Ветеран Великой Отечественной войны, десантник Алексей Митюшов знаком со всеми матерями и визинскими призывниками. В свои 88 он главный активист Патриотического центра. До сих пор рассказывает школьникам фронтовые истории и провожает призывников в армию. Вы третий десантник, который сегодня живой, который прошел войну. Это Стрекалов, это Корков, вот и вы. Дай Бог вам здоровья, еще долгих лет жизни. Представители местного военкомата и Патриотического движения обратились к заместителю председателя госсовета Станиславу Хохалкину с просьбой пересмотреть график отправок призывников из Сысельского района. Только в эту кампанию их было 15. Вот правда уезжали на сборные пункты то двое, а то вообще по одному. Вице-спикер обещал переговорить с главным военкомом. Обсудили и еще одну наболевшую проблему – трудоустройство солдат-срочников после службы. Они на свои рабочие места уже не могут возвратиться. Если хорошо руководитель, он понимает, что где-то как-то решает вопрос. Но дело в том, что он этого нового человека, который принял, он его тоже уволить не может. В Десафе подняли вопрос по поводу сохранения рабочих мест за мальчишками, которые уходят в армию. Я так понимаю, что не в первый раз уже этот вопрос вам задают, и он достаточно актуален. По прошлому году мы выходили с подобным предложением в Государственную Дома Российской Федерации, потому что это прориогатива федералов. К сожалению, получили не отрицательный ответ, но все это возложено на коллективные договора. Я считаю, что это неправильно. Я считаю, что это все-таки должна быть ответственность, закоплена за работодателем. Тот молодой человек, который сегодня идет служить в армию, за ним должно быть сохранено рабочее место. Я считаю, что это обязательно. Станислав Юрьевич, и на встрече с ветеранами, и вот сейчас в Десафе, не раз поднимался вопрос по поводу грантов. Насколько сегодня вообще люди готовы работать над проектами этих грантов, для того, чтобы получить эту, пусть небольшую, но какую-то республиканскую поддержку для развития своих проектов? Грамотность как раз общественников желает, мягко сказать, лучшего. Потому что сегодня те проекты, которые предоставлены по этому году, конечно, далеки до совершенства. И по оформлению своему. По ему оформлению, да, по написанию. То есть, да, и нужно, конечно, людям рассказывать, обучать их, делать заявки, писать проекты. Потому что, ну, я считаю, что сегодня очень важно. Мало желания, а нужно еще и уметь это делать. В этом году в региональной казне на гранты для некоммерческих организаций предусмотрено 5 миллионов рублей. По словам Станислава Хохалкина, самим общественникам есть ради чего поучиться. Получить поддержку на свои проекты надеется и активист Андрей Кичигин. Уже сегодня часть своего дома он оборудовал под спортивный зал, так как своего помещения у патриотического центра нет. Сегодня здесь тренируются визинские старшеклассники. Но для тех, кто помладше, тоже находят занятия. Маленькие мы начинаем работать где-то с апреля месяца. Вот они тоже приходят, выходим и там по полям бегаем. Да, 100-150 человек собираем, ребят. Сегодня в зале могут заниматься лишь 8 человек, а желающих куда больше. Списки будущие призывники и те, кто уже отслужил. А вот, по словам Станислава Хохалкина, далеко не во всех районах могут похвастаться такой патриотической активностью. Отметил вице-спикер лишь Усинск, Сосногорск, Усцильму, Карткирос, Устьвым и Сыктывдин. На повестке дня уже в Сыктывдинском районе развитие кадетских классов. Второй год местные школьники поздняют секреты армейской жизни. Успехи налицо, говорят учителя. Шерство на себя взяла Ипская пожарная часть. Помогают и родители. Из семейного бюджета покупают форму. Средняя смета – 6,5 тысяч рублей. Кадеты Республики Кун не знают, что они входят в своих беретах. Какую сольную форму полевая. У нас пока здесь таки уголовного бора. Ну вот, как бы, подходим к общему, чтобы было более-менее одинаково. Сейчас также будут приобретаться береты. За основу своего кадетского движения ипские учителя взяли Усцильмский опыт. Немного позаимствовали и у Сосногорска. Синтез удался. Сегодня сразу два класса. Пятый и шестой живут по особому распорядку. Правда, на двоих один военный руководитель. Но развиваться хотят дальше, а значит, нужны будут новые преподавательские силы. Положено, скажем так, чтобы на каждом классе был свой военный руководитель и дополнительно классный руководитель, который сопровождал бы детей во вторую половину дня. Поэтому, если кадетское движение продолжает и дальше переходить полностью школой, то, конечно, необходимо будет пересмотреть штатное расписание. Сегодня, по словам Станислава Хохалкина, в госсовете планируют создать рабочую группу по вопросам дальнейшего развития кадетского движения в Коми. Ведь в новом законе образования как будто бы забыли про это патриотическое направление. Сегодня в законе вообще кадетского класса не существует кадетского образования. Сегодня говорится только о том, что сегодня кадетская школа. Что такое для республики кадетская школа? Ну, то есть, да, сегодня, ну, это нам нужно взять школу полностью, значит, она будет федерального подчинения, центрального, да, ну, получается, да. Вот и все. Если республиканского, значит, то республика, значит, должна взять полностью на себя все затраты. Вот, как это, то есть, вот сегодня пока вот мы пока не знаем, как это будет. Пока учителя и законодатели думают, что же делать дальше, среди самих кадетов проводят смотр строя песни. Здесь, в этой юбской школе, все заинтересованы развивать и дальше армейский уклад. Распитали габарки души, поплыли туманы над рекой, Выходи, благая Катюша, на русском дереве с рукой. Кстати, с районов мы вернулись раньше, и вице-спикера уже ждали представителей молодежного парламента. Теперь ведение заместителей председателя Госсовета Коми Станислава Хохалкина не только вопросы ветеранов, но и работа начинающих законотворцев. И это первая рабочая встреча с активистами. Поговорить нашлось, о чем вспомнили и про спартакиаду, которая прошла недавно, договорились и дальше встречаться на спортивных площадках. В свою очередь Станислав Хохалкин попросил своих юных коллег быть активней и плотнее работать с опытными законодателями. По первому взгляду, что вы можете сказать, насколько сегодня наша молодежь готова активно, продуктивно работать с серьезными людьми, ставить перед собой какие-то амбициозные задачи? Насколько сегодня Госсовет готов помогать этой активной молодежи? Основная задача, которую я поставил перед молодежным парламентом, это подготовить план, который бы как раз взаимодействовал с мероприятиями Государственного Совета, то есть с молодежным парламентом и Государственным Советом. Чтобы мероприятия наши и мероприятия государственного парламента не пересекались. Сегодня взаимодействуя с другом и работая на республику совместно, мы сможем, во-первых, подготовить себе смену, подготовить достойных людей, которые завтра будут представлять республику. В феврале про патриотизм вспоминают как никогда часто, говорит Станислав Хохалкин, и уже многие годы помогает организовывать уроки мужества. На этот раз ветераны боевых действий пришли в гости к воспитанникам столичного детского дома номер 3. Многие из них будут служить в армии, будут защищать нас. Многие уже отслужили. Вот они приходят оттуда, возвращаются за армию, приходят к нам, в Союз ветеранов Афганистана, и говорят спасибо вам огромное. Мы просто в свое время не ожидали, что да, о чем вы говорили, оно так и есть. И вот своей службой уже там в армии, они всего это увидели, и это подтвердили наши слова. Станислав Юрьевич, ну я на самом деле вам очень благодарна, что вы вот как по графику обещали в 6 часов рабочий день закончить, так и вы и закончили. Скажите, вот всегда удается вот так вот, минута в минуту, тютелька в тютельку, или все-таки появляются в течение рабочего дня какие-то вещи незапланированные? Наверное, не всегда появляются, но получается, но я все-таки как-то стараюсь, ну хотя бы часов там 7-8 как-то вот так вот появляться домой. То есть вам все-таки очень нам сегодня повезло, да, чтобы до 8 закончили? Старались, старались просто. Как-то тоже хочется вроде как-то и детей повидать. Насколько вообще, на ваш взгляд, сегодня получился плотным и плодотворным ваш рабочий день? Или бывает еще плотнее совещание на совещание, разъезды на разъездах? При слове, что мы сегодня побывали и в Сыктывкаре, и в Сыктывкаре, и в нескольких местах. Я как-то вот стараюсь вот так вот плотно не планировать. Почему? Потому что на самом деле очень много возникает текучки, которые не видно, вот эти текучки, которые приходится с вами делать. Даже те же звонки, вот у меня, как правило, я с 9 до 10, я стараюсь ничего не планировать, потому что оставляю время как раз вот для звонков. И вот все, кто знает, именно ветераны, они звонят в это время. В это время, то есть, а потом вы вне зоны доступа для всех получаетесь. А потом начинается, уже начинается рутина, и уже начинаешь там какие-то совещания, какие-то, значит, как раз вот такие вот деловые встречи, когда уже там просто по телефону не погрыть, не ответить. Это было еще одно фото еще одного рабочего дня. С вами же увидимся по привычному графику в последний вторник марта в 8 вечера на телеканале Юрген.